Мы рады вновь видеть вас на нашем курсе. И мы начинаем с вами третий раздел курса «Богословие покоя». Я хотел бы напомнить вам, что у нас было пять лекций по первому разделу о значении покоя и в чем ценность его для нашего Бога Отца, Иисуса Христа и Духа Святого. Мы говорили о том, что Господь радуется, когда мы отдыхаем. И затем у нас было еще пять лекций, мы говорили о том, как отдыхать нам, людям. Хотя мы склонны оставаться беспокойными, как обрести внутренний мир, какие практические шаги предпринять. И теперь мы с вами будем говорить о том, как принести этот мир в то окружение, в котором мы живем. На работе, в семье, в одиночестве, или если мы окружены людьми. Каким бы ни было наше призвание, как мы можем придать тому, что у нас есть внутри, новое измерение, перенести Божий покой в этот мир. И как мы можем сохранить это в своей жизни, соблюдая этот ритм работы и покоя. Я бы хотел, чтобы мы с вами открыли Евангелие от Матфея и прочитали хорошо известное высказывание Иисуса. Иисус сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и бремененные, и я успокою вас». Мы должны отдыхать так, как это задумал Бог. Бог сотворил нас так, что нам нужен покой. И мы должны об этом помнить. Бог не хочет, чтобы мы были беспокойными внутри. Вы помните историю, записанную в Библии, когда Иисус оказался на море, Галилейском море, со Своими учениками. И поднялась буря. Причем случилось это, когда Он спал на дне лодки. Ученики настолько перепугались, что разбудили Иисуса. «Учитель, или тебе дела нет, что мы погибаем?» Он встал с одной лодки, поднялся, посмотрел на море и повелел буре прекратиться. Меня всегда поражало в этой истории, насколько исполненным покоем был Иисус, что мог спать все это время посреди бушующей бури, когда волны разбивали лодку, и вокруг были испуганные, беспокойные ученики. Они не могли ничего поделать. Им пришлось разбудить Иисуса. И затем этот покой перешел на море, на волны, простым повелением. Как мы можем уподобиться Иисусу, чтобы через нас распространялся покой и мир, чтобы мы стали миротворцами? Как мы можем уподобиться Ему и перенести этот небесный покой из наших сердец, туда, где люди беспокойны? Как мы можем принести им мир и покой, когда кто-то исполнен страха, а мы приносим покой? Быть орудием мира. Но вначале необходимо осознать, что Господь призвал нас к покою. Он желает, чтобы мы обрели мир в сердце, даже тогда, когда нам нужно проливать пот на рабочей мести. Иисус сказал, «Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Но, быть может, ваше мировоззрение еще не совсем таково. Быть может, вы уже были верующим долгое время, быть может, недавно, и что-то вы представляете иначе. Возможно, ваши родители научили вас мыслить по-другому, что когда вы приходите к Иисусу Христу, все, что вам нужно делать, это работать. Причем работать без передышки. Поэтому, когда вы слышите призыв Христа, «Придите!», то вы слышите, «Я дам вам дело». Какое это служение. Когда в церкви появляется новый верующий, то мы тут же хватаем его и поручаем ему что-то, потому что дел всегда больше, чем людей. Всегда есть необходимость в чьих-то руках. Мы приглашаем людей в церковь, крестим новообращенных, учим их обнаруживать свои духовные дары, и затем мы пытаемся найти служение для них, найти какое-то дело, и ожидаем, что они будут трудиться изо всех сил. И очень скоро у этого новообращенного, кроме служения, у него есть еще работа, и, может быть, не одна работа, то вскоре у него может наступить сердечный приступ, потому что работа не кончается, ожидания растут, и у них возникает ощущение, что они не справляются, и они переживают. Быть может, возникают на почте этого конфликты. А мы никогда не говорили им о том, что в церкви могут быть конфликты. Мы не говорили им о том, что Иисус придет и даст вам переживания, конфликт, или перегорание, когда уже не хватает сил, или когда ожидания настолько выросли, что уже невозможно им соответствовать, или человек сам к себе предъявляет определенные требования и уже не отвечает им, не отвечает своим ожиданиям, или человек чего-то ждет, казалось, что-то должно наступить, но не наступает. Поэтому вскоре наступает разочарование, разочарование в церкви и даже в Боге, из-за неверно понятого призыва Иисуса Христа. И такой человек не ходит в церковь на протяжении многих лет, может, уже никогда не придет снова в церковь, из-за того, что он посчитал, что Иисус призывает его не дать ему покой, но дать работу, переживания, конфликт, перегорание, разочарование. Быть может, вы прошли через нечто подобное, в то время, как вам необходимо просто прийти к Иисусу, дающему покой. Поэтому мы должны посмотреть, в чем же суть. Некоторые из нас принимают Божий покой лишь наполовину. Некоторое время тому назад я прочитал об одном миссионере с Филиппин. И вот он однажды ехал на телеге, запряженной лошадьми, и видел рядом проходящего человека, который был загружен сумками. Он их нес на спине, в руках, и он предложил его подвезти. И вот этот человек забрался в телегу, и он был очень рад, что у него есть время передохнуть, что ему уже не нужно тащить все эти сумки на себе. Но затем миссионер оглянулся, и что он увидел? Человек сидел в телеге, его ноги отдыхали, но он не снял рюкзак со своих плеч, его все еще давил этот груз. Поэтому можно сказать, что он получал лишь часть отдыха. Его ноги отдыхали, но спина все еще чувствовала груз. Эти сумки, это бремя все еще было на нем. Когда Бог хочет, чтобы мы отдыхали, Он хочет, чтобы мы отдыхали полностью, чтобы мы сняли с себя бремя. И Он обращается к нам, «Придите ко мне». И именно поэтому мы назвали эту лекцию, 11-ю лекцию по счету, «Освобождение от бремени в соответствии с Божьим замыслом». «Придите ко мне». И вот весь стих целиком. «Придите ко мне, все труждающиеся и бремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». «Труждающийся». Что значит «труждающийся»? Есть два типа усталости, о которых идет речь, физической и эмоциональной. Есть физическая усталость, когда мы сильно устаем от тяжелой работы. Возможно, ваша работа связана с физическим трудом. Вам необходимо что-то делать своими руками. Это могут быть мужчины или женщины. Можно вспомнить о грузчиках в аэропортах, которые загружают чемоданы в самолеты, или закидывают их на конвейерную ленту. И порой чемоданы очень тяжелые, слишком тяжелые. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Кому-то приходится по много часов сидеть за рулем, скажем, дальнобойщиком, и тоже очень сильно устаешь за рулем. То есть есть физическая усталость, но есть и эмоциональная, когда мы в чем-то разочаровываемся и даже хотим что-то бросить, когда опускаются руки. От этого также наступает усталость. Это эмоциональная составляющая. И обремененные. Также обремененность может носить физический характер, когда кто-то вынужден нести груз, бремя. Но обремененность может быть также и эмоциональной. Например, кому-то необходимо исполнять законы и требования, но которые слишком тягостны для него. В некоторых культурах людям приходится отвечать очень тягостным религиозным требованиям. Им не только приходится исполнять законы, которые практически невозможно исполнить, но и другие бремена приходится нести. Скажем, религиозные лидеры в Древнем Израиле придумали столько постановлений, касающихся субботнего дня, что людям было практически невозможно все это исполнить. Из людей выжимали все соки, время, деньги. И вот представьте, в этот момент приходит Иисус и говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я дам вам покой от всех ваших трудов, от вашего бремени. Придите ко мне, вы можете довериться мне». Насколько желанными были эти слова в то время, насколько желанны они и сейчас, в наше время. Потому что многие люди сегодня, несмотря на все удобства жизни, комфорт, беспокойны. Они мечтают о перерыве. Когда не зазвонит телефон, когда не нужно будет включать компьютер. Найдите перерыв, обретите покой. Это нормально. Вы можете позволить себе время для отдыха. Поэтому освобождение от бремени в соответствии с Божьим замыслом требует от вас отлика на призыв Христа отдохнуть от своей работы. Вполне нормально отставить работу в сторону и позволить себе отдохнуть от своей работы. Когда я в своей жизни начал практиковать еженедельно, в субботу, и стал проводить два, три, четыре часа наедине с самим собой, я начал познавать, как обретать покой внутри себя. И я буду честен с вами. Прошло десять лет, как я учусь этому. Отдыхать от своей работы. И мне понадобилось еще лет десять, чтобы научиться отдыхать, иметь мир на своей работе. Быть может, я не очень смышленный ученик, поэтому мне требуется так много времени, чтобы чему-то научиться. Десять лет, чтобы научиться отдыхать от работы. Еще десять лет, чтобы научиться отдыхать на работе. Чтобы привносить людям мир на рабочем месте или где бы я ни находился. И я становлюсь человеком, который приносит мир. Конечно, не всегда. Порой я также приношу волнение и раздражение. Иногда я заражаю их своим собственным беспокойством. Но, во всяком случае, теперь я знаю путь, как обрести мир и как научиться передавать его другим. Именно об этом здесь идет речь. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь этому. Чтобы это произошло, необходимо признать свое состояние. Вы не сможете отдохнуть, если продолжаете говорить, «Я не устал. Мне не нужен отдых». Вы должны признать свое состояние. «Я устал. Я изнемог. Мне нужен тот покой, о котором здесь говорит Иисус». Перестаньте отрицать это. И затем вы должны признать свою нужду восстановления. Быть может, ваше тело уже на грани истощения. Вы нуждаетесь в отдыхе. И на восстановление потребуется какое-то время. Оно не произойдет сразу. Это восстановление должно коснуться вашего тела, вашего разума, ваших эмоций. Вам необходимо время для восстановления. Во-первых, признайте свое состояние, и затем признайте свою нужду восстановления. Это не произойдет мгновенно. Как я уже делился с вами, когда я сильно изнемог, мне было около 30, потребовался целый год, когда мне приходилось спать каждый день, чтобы мой организм восстановился. Я работал все это время, но мне нужны были перерывы, когда я мог отдохнуть. И мне это очень помогло. Признайте свою нужду в наставнике. Если вы действительно хотите измениться, найдите наставника. Сегодня многие люди занимаются спортом. Кто-то для того, чтобы похудеть, кто-то, чтобы просто быть в форме, или просто, чтобы лучше себя чувствовать физически. И если вы относитесь к этому серьезно, то вы будете искать каких-то советов, скажете, найдете видео, или скачаете перечень упражнений с интернета. И это здорово, но если вы настроены еще более серьезно, то вы можете купить абонемент в какой-то спортзал. Вы приходите и видите других людей, которые также занимаются, и это ободряет и подстегивает вас быть в хорошей форме. Но если вы еще более серьезны, потому что вы можете расслабляться и смотря видео, и сидеть на скамейке в спортзале, несмотря на то, что там много людей, то вы находите индивидуального тренера, который стоит рядом с вами и говорит вам, отжимайтесь еще. Отжимайтесь лучше, ниже. Недостаточно низко опускаетесь, отжимаясь. Почему всего лишь три раза отжался? Три, четыре, пять, шесть, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Не останавливайся, продолжай дальше. И этот тренер стоит над вами, смотря как вы выполняете упражнения для того, чтобы произвести в вашей жизни желаемые изменения. И знаете что? Иисус говорит, не идите к тому человеку или к тому, приходите ко мне, потому что я знаю, как успокоить. Если вы придете ко мне, то я стану вашим наставником. И я успокою вас. Я покажу вам, как обрести истинный покой. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Итак, вам нужно признать свое состояние, нужно признать нужду восстановлений, и нужно признать нужду наставники. Нужно позволить Иисусу научить нас отдыхать. «Признайте реальность». Освальд Чамбер написал об этом так. «Придите ко мне, если вы хотите узнать, как реально обстоят дела в вашей жизни. Проверьте себя в свете этих слов. Придите ко мне». В каждой сфере, где ваше представление далеко от реальности, вы будете сопротивляться прежде, чем согласитесь прийти. Вы будете кружить вокруг прежде, чем решитесь представить таким, какой вы есть. Перестаньте отрицать реальность. Быть может, ваши родственники, жена, муж, дети говорят вам, что вы устали. Я помню, мы однажды с Лойс поехали в небольшой отпуск, и я позвонил старшему сыну, который в тот момент ходил еще в школу. И мы отдыхали, и сын, я помню, сказал мне, «Папа, я с трудом узнаю твой голос, ты кажешься таким отдохнувшим». Что ж, мне хотелось повесить трубку, потому что, ну, сын был очень честен. Вы понимаете, о чем я. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова